мы продолжаем законы соты женщины которые муж предупредил чтобы она ни с кем не уединялась она уединилась потом ее приревновал и приводит до этого приревновал сказал не уединяйся потом у нее приводит на проверку вируса теперь эту воду горькую воду которые давали это не была вода для того чтобы ее наказать чтобы она там взорвалась и умерла на месте вода была это проверка была для проверки чтобы ее проверить она разрешена своему мужу или нет была она с кем-то или нет если была муж запрещена есть и жене то она будет запрещен если не было разрешено если была то запрещено Интересно, что объясняет комбинатор Гумары, в Торе написано слово «нитмеа», что она осквернилась чужим мужчиной три раза. Для чего? Показать, что она запрещена для трёх вещей. Одно, она запрещена своему мужу. Второе, она запрещена тому, с кем она изменила. И третье, если она была женой Коэна, не имеет права, она будет кушать струн. Поэтому следующая мечта говорит так. Теперь есть некоторые категории женщин, которые мы не даём им эту воду выпивать для проверки. И они та же теперь. Для чего нам это нужно всё знать? Если она чистая, то она разрешена. Если нет, то она и умирает, или она, если признаётся, она свою Ктубу теряет. В принципе, ей не на что будет жить. Здесь мечта говорит. Аруса – это женщина, которая обручённая. То есть, тогда она, мужчина пришёл, дал ей кольцо. Парень, они уже 50% женаты. Уже не как сегодня эта помолвка. Они были практически 50% женаты. Далее полгода года, чтобы она подготовилась. Такая девушка, которую жених предупредил. Смотри, с таким парнем, с таким человеком не уединяйся. Или Шовмер, я вам, как мы сказали, женщина была замужем некоторое время. Муж у неё скончался без детей. У её мужа есть брат, который должен на ней жениться, сделать митцват и бум. Ну, пока не женился, она ждёт, когда он на ней женится. Сказать, нужно минимум 3 месяца. И так далее. И он тоже ей говорит. Вот этот брат умершего брата говорит. Смотри, с таким человеком не уединяйтесь. То есть, они сейчас как бы женаты, но ещё не совсем женаты. И обручённые. И это Шовмера девам, которая ждёт брата своего мужа. Они, если их предупредили, не уединяйтесь. И они уединились. И мы не знаем, что там было. Мы им эту воду пить не даём. Говорит Мишта. Лёша тот, верённо тот, кто. Они эту воду не пьют для проверки. Потому что, как мы посмотрим, Турак говорит, именно муж имеет право её привезти. А они ещё не совсем замужем. И кроме этого, ну, несмотря на это, они свою ктуву теряют. Их предупредили не уединяться. Они сами себе это сделали. Поэтому свою ктуву не получают. Механический развод получают. Это, да. Но там развод будет дальше. Если он с ней обручился, как тогда по закону, не сегодня, он должен будет давать ГЭТ. Нет, когда он живёт. Да, тогда. Это, если она осквернилась, то тогда она умирает на месте. Или потом со временем она умирает. Когда она не призналась. А когда призналась, что происходит? Всё, разводится. Всё, он доедет ГЭТ, да, автоматически разводится. И ктуву она теряет. Если она. Да как дальше Мишнака? Поэтому говорит здесь, Гумара объясняет так, что Мишнак учит нас триалахот. Эти женщины, помолвенные и ожидающие брата своего бездетного мужа, чтобы на ней женились. Они не пьют эту воду, мы им не даём для проверки. Они запрещены для своих потенциальных мужей. И так же они свою ктуву не получают. Почему? Монача. Не, вам написано в Торе. Ашер тистей ища тахат ища. Когда женщина, да, тистей, изменит ход своим мужем. То есть кто? Брат, лару, саби, шумер, дева. Эти женщины обречены, она ещё не совсем его жена. И та, которая ждёт мужа своего бездетного брата, чтобы женился на ней, она тоже не совсем его жена. У них есть связь. Она без его разрешения, или бума, или халица, снимания башмака, процедуры, она не имеет права ни за кого выходить. Но всё равно она не стопроцентная жена. Поэтому они из этого закона исключаются. Для них имя Всевышнего в воде не стирается. Дальше. То, что это лошадут. Асура, алиба, алиба, они запрещены мужу. Почему? Мишта, гуды, ромишта. Да, мы воду им для проверки не даём. Но они могут их приревновать. Эти потенциальные мужья, жених, и сказать, смотри, ты не имеешь права уединиться. Уединились? Тогда, кто не получает. И написано, «Дабер эльбне Исраэль, ве амарта алей». Написано, «Говори с еврейским народом, говоря им». Зачем им два раз говорить? Говорит вода, что арусот, вешумер, где вам. Еврейский народ, который женился на сто процентов, может приревновать свою жену, мужчине. А то, что написано, это «Дабер эльбне Исраэль, ве амарта алейм, и скажи им». Это те, которые еще не совсем женаты. Они тоже могут приревновать и предупредить, чтобы они не уединялись. И то, что она не получает свою ктуву. Почему? Игам гармаля асма. Она не получает свою ктуву, если она привела к этой ситуации. Она виновата. Ее предупредили, не уединяйся. А она уединилась. Ты уединилась, свою ктуву не получишь. Но если гу гармаля, если эта ситуация произошла из-за мужа, как мы дальше посмотрим, она готова выпить. Он говорит, нет, я не хочу, чтобы она пила. Или по дороге в бет-на-мигдаш, он имел с ней интимные отношения, хотя еще не имел место до проверки. Он виноват, что это случилось, поэтому она воду пить не будет. Она ее все равно не проверит. Но ктуву он должен будет заплатить. Эээ, димана. Она запрещена, когда она созналась. Или он может продолжать с ней жить? Да, она мужу запрещена. Она мужу запрещена, он с ней разводится, и ктуву она свою не получает. Дальше. Говорит Мара, получается у нас так, что есть Аруса, Аруса, как мы сказали, женщина, которой муж обручился с ней, и она уединилась с кем-то, она 100% ему запрещена, не имеет права он с ней жить. Что, мерить я вам? Но женщина, как мы сказали, которая осталась вдовой бездетной, и брать ее мужа должен на ней жить. Жениться. Если она изменила ему в течение времени ожидания, периода ожидания, есть спор, она запрещена ему или нет. Но несмотря на это, он может сказать, да, может быть, она мне не запрещена, но я не хочу на такой женщине жениться. Зачем мне такая женщина нужна? Уединяясь с какими-то непонятными мужчинами. Поэтому в обоих случаях они сами виноваты в этом, и в обоих случаях, Аруса, они сами себя к этой ситуации привели, поэтому, несмотря на то, что, может быть, она скажет, смотри, я же, которая не запрещена, я не хочу на тебе жениться, он скажет, поэтому она к тугу не получает. Ромей Реарик, у него был такой вопрос. Слово 150 лет назад, когда было тяжелое финансовое положение в Европе, и люди приезжали, мужчины в Америку, на заработки. Там был вопрос, мужчина приехал сюда на бизнес, потом о его жене пошли разные слухи, что она с таким-то шурмуром просит, он написал ей письмо, смотри, с таким-то человеком, чтобы ты не уединялась. Человек, приезжает домой, смотрит, этот мужчина выходит из ее дома. Вопрос был, запрещена ли она своему мужу или нет. В чем вопрос? Вопрос в том, что он написал ей в письме, это все равно, что он ей сказал, или нужно было именно сказать, я тебя предупреждаю, чтобы таким-то мужчиной ты не уединялась. Но кроме этого, там была другая ситуация, что она на самом деле не хотела с тем человеком никаких контактов иметь. Когда он туда пришел, она кричала и орала, чтобы он вышел оттуда. Поэтому сказал он, что в этом случае она будет мужу не запрещена. Но вопрос был, как мы сказали, что то, что написано, что да, скорее всего, это будет как предупреждение словесное. Будет иметь такую силу, как словесное предупреждение. Она объясняет нам, что на самом деле, то, что говорит наша мечна, это спор. Махлокет между Раби Йонатан и Раби Ошайер. Как мы посмотрим, сейчас есть три пасука в Торе. И есть спор, что эти три пасука нас учат. Оба согласны, что два из них они исключают, а один что-то включает. Но вопрос, что из одного учителя нет. Говорит, что наша мечна идет по мнению Раби Йонатан. Он говорит, Он согласен, что обе эти женщины и обрученные, и вдова, которая ждет брата своего мужа, они не пьют эти воды. Но Раби Ошайер говорит, Аруса Лошота, обрученные, все согласны, он тоже согласен, что она не пьет. Но, что мерит я вам, что-то, эта вдова, которая ждет брата своего мужа, она, да, имеет право эту воду выпить. Откуда они это взяли? Говорит, есть три пасука. Написано в Торе, один пасук, И если ты не осквернилась под своим мужем. Это один пасук. Написано здесь, именно под своим мужем, значит, он кого-то исключает. Дальше, второй пасук говорит, Ашер Тистэ Ишат Тахат Ишат. Когда женщина изменит под своим мужем, то есть, будучи замужем, опять Тахат Ишат, опять кого-то исключает. Но третий пасук, второй говорит, Иш, Иш Китистэ Ишто. Мужчина, мужчина, который преревнует свою жену. Для чего здесь, в пасуге, говорится два слова Иш, значит, это необычный муж, не только муж, а еще, это включает еще кого-то, кто тоже может преревнуть свою жену. Поэтому Гумара объясняет так, что, Раби Йонатан учит, тоже написано в первом пасуге, Тахат Ишэх, ты освернилась, это уменьшение. Прат, лишь умереть я вам. Этот пасуг исключает вот эту вдову, которая ждет своего брата. Почему? В чем у них спор? У них спор между Раби Йонатан и Раби Оши, кто считается большей жена, обрученная или вдова, которая ждет своего брата, своего мужа. Раби Йонатан считает, что обрученная она больше жена. Почему? Что он говорит? Почему? Потому что этот сам мужчина, он решил на этой девушке жениться. Правильно? Он пришел и обручился с ней, дал ей кольцо, дал ей деньги. Она уже наполовину его жена. И кроме этого, если в период до свадьбы, она ему изменит наказание у нее побиение камнями. Поэтому она больше жена, чем та, которая ждет. Та вторая, почему брат должен на ней жениться? Он сам решил на ней жениться? Нет, его брат умер бездетно, поэтому он должен на ней жениться. Поэтому она меньше жена. Поэтому говорит Раби Йонатан, что этот первый пасух исключает вот эту жену брата, вдову брата. Но обрученная, мы бы подумали, что она должна будет пить эту воду. Поэтому у нас есть второй пасух, который говорит, женщина, который изменит по своим мужам. Брат Ларуса, он исключает обрученную тоже. А третий пасух говорит, который ищ, ищ, мужчина, мужчина, китистэ, ищ, ищ, которая жена изменит ему, скажем, эшет хиреш, вээшет шотэ, вээшет шиму. Здесь он говорит, что Тора добавила жену человека, который глухонебой, который сошел с ума или который не может говорить. Что здесь? Если они видят, что женщина и жены этих людей, они как-то себя нескромно ведут, Бедзин вместо мужа может прийти и сказать, мы запрещаем тебе уединяться с таким-то мужчиной. Глухонебой не может ничего сказать. Сумасшедший тоже не может. Поэтому тут написано здесь, ищ, 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 этот муж не может ее предупредить, предупреждать вместо него Бедзин. Есть вопрос, потом, может ли он или он был в тюрьме, он не может берут. На основании этого есть вопрос, может ли, если потом она уединилась, муж прийти в Беда Микдашне и заставить его выпить эту воду. Мануэн? Три. Типе. Поэтому он говорит, что, есть которые говорят, есть которые говорят, что на основании этого не может, именно муж должен предупредить, и только потом ее можно испытать этой водой. Говорит Манад Аш, это мнение Раби Йонатана, который говорит, эти три пасука, первый и второй исключают обрученную и вдову, а третий включает, как мы сказали, глухонебого, сумасшедшего и так далее. Раби Йонатана говорит нет, он говорит, кто более жена, которая еще не совсем вышла замуж, вот эта вдова, которая ждет брата своего мужа. Поэтому он говорит, первый пасук брат Ляруса, почему? Почему он считает, что она больше его жена, вдова, потому что, чтобы на ней жениться, ему не нужна хупа. Если он просто уже имел с ней интимные отношения, она становится его живой, женой, он ее себе этим приобрел, поэтому этот пасук, мы бы без этого пасука подумали, что она тоже пьет эту воду, чтобы ее проверить, поэтому этот пасук ее исключает. А то, что написано ищ, ищ, что включается, для работа, что мерит ищет, поэтому пасук, который говорит мужчина, мужчина, дважды мужчина, он включает вот эту вдову, поэтому она, по его мнению, допьет. А средний пасук, мы сказали, что жена, которая измерит мужу, здесь мы говорим, у нас есть закон, когда мы посмотрим, что эта женщина не могла быть немой и так далее, или слепой, когда ее проверили, и также муж, какие законы относились к жене, такие же законы и относились к женщине, поэтому вот из этих трех пасук, они выучивают, как мы сказали, два добавления, одно исключение, Рабьон там говорит, исключается и обрученная, и вдова, а Рабьеши говорит, нет, вдова не исключается, исключается только обрученная. В городе Миклозенбург у него был вопрос, как мы сказали, сегодня женщина умерла без детей, и бум не делается, то есть брат ее и ее мужа не женится, на ней делается халится, она приходит в один день, снимает здесь специальный кожаный башмак, со специальными шнурками, специальными вырезками, она делает процедуру, и потом это как для нее развод, и она имеет право потом выходить замуж. На такой женщине, например, Куэн не имеет право жениться, она считается как разведенная. Вопрос, который он сказал, а что если этот брат без ног? Что делать? И нет другого брата. Если есть другой брат, он сделает халится, нет другого брата, тогда он говорит, однажды он делает и бум, имеет с ней интимные отношения, она с вами с женой, потом он с ней разводится, и она имеет право выходить замуж за другого. Дальше говорит, Гумара, что мы показали, что все согласны, что обрученная исключается, жених ее предупредил, не уединяйся, она уединилась, мы ей эту воду для проверки не даем, и к тугу она свою не получает. Но Гумара приводит брать, который говорит, это написано в Торице, это обрученная, она когда-нибудь со своим мужем интимные отношения имела или нет, с женихом? Нет, ничего у нее с ним еще не было. А Торица говорит, если муж взлет с тобой, кроме твоего мужа, что значит, уже муж должен был иметь связь со своей женой, и только потом, если он ее предупредил, не уединяйся с другим мужчиной, и она уединилась, и есть вопрос, что там было, было ли там что-то или нет, только после этого можно дать ей выпить эту воду. Это обрученная, она со своим женихом никаких отношений еще не имела. Как мы можем ее проверить? Или как вообще может быть вопрос, что нужно ее проверить? Для чего нам нужно поступить, чтобы ее исключить? Мы сказали только после того, как муж имел с ней отношения. Поэтому объясняет Гмара, что здесь происходит. Этот домот тоже негодяй. Он уже в доме у своей тёши до свадьбы, после обручения, имел с ней отношения. И потом эта девушка тоже непонятно какая. А после этого, когда она была с ним, она уединилась с тем мужчиной, который он ее предупредил, не уединяется. Получается, уже он с ней отношения имел. А потом она уединилась с другим мужчиной. В этом случае она нужен пастух, чтобы ее исключить. И то же самое относится к вдове, которая ждала своего брата. Он тоже негодяй. С ней имел отношения до этого. Но этот второй случай, он более сложный. Почему он более сложный? Потому что, если он уже имел с ней отношения с довой своего брата, то, по одному мнению, она уже его жена. Там, с Аруса, с девушкой, которой он обручился, для того, чтобы она была его жена, у него была бы быть кавана, что я имею с ней отношения для того, чтобы она стала моей женой. А если это как будто действовало, она не его жена. Но здесь, когда он имел отношения с довой своего брата, на который, в принципе, должен был жениться, вопрос, если даже у него не было каваны, чтобы она стала его женой. Если была кавана, она его жена, но есть, если мысли, если не было, есть вопрос. Поэтому говорит Мара, что это махрохит равичмуэ. Это спор между двумя мудрецами, великими равичмуэ. Хаба, альявим, то бен бешога, он говорит, например, человек, который имел отношения с довой своего брата, на который должен был потом жениться, по ошибке. Как может быть по ошибке? Раньше люди спали в одной комнате. Мужчины, женщины, сестры, братья. И он, место повернулся направо, там, скажем, была его жена, он повернулся налево, там была вдова его брата, он не знал, по ошибке. Или? Или специально. Или специально. Но мысли были не для того, чтобы жениться. Поэтому Шмуэль говорит, лол, локана эля, лидворима, амурим бе параша. Шмуэль говорит, нет, он ее, по ошибке, или умышленно, но не для жениться бы, он ее приобрел, только то, что написано, связано с наследствами его брата и разводом. Чтобы с ней развестись, он должен будет ей дать гет, и только в этом он считается ему. давайте по моему наиву. Я парашек, и дам что-то все. Давайте, давайте. Там шекернувся. Поэтому он говорит, лакум аль шем архив, бен халато, вели, вели по трапе гет. Если это было неумышленно, или умышленно, но не с мыслями о женизме, наследствии, это только закон относится, что она его жена, к наследству его брата, и то, что должен ее отпустить только с гетом. Уже она его жена, должен ей дать ей гет. Так считает Шмуэль. Рау говорит, нет, канала коль, ты уже с ней отношения имел, по ошибке умышленности, какие мысли, неважно, она 100% твоя жена. Для всех законов. И если ты коль, она имеет право кушать труму. И все, и она тебе, и он ей наследует. теперь выходит, что у нас было два мнения, раби Йошиа и раби Йонатан. Выходит у нас здесь получается так, что раби Йошиа согласен с Шмуэлем, что раби Йошиа согласен с раб, что раби Йошиа говорит, что такая вдова, она да, проверяется этой водой. И Шмуэль, и раби, она полностью его жена, выходит, он согласен с ним. И наоборот, раби Йонатан, который говорит, что она не пьет, он согласен с Шмуэлем, что так как она частично его жена, она этой водой не проверяется. Да? Шибалия и вамбе бедхаме. Теперь. Здесь он был с ней в доме Йошиа. Теперь говорит, что на самом деле все не так просто. Почему? Потому что, можно сказать одно, я согласен с раби Йонатаном, что мы дадим, с рих королем, мы утим, мы клядим, что мы алиху. Несмотря на то, что раби Йонатан, что та, которая должна была исключить, она да, считается его женой. И поэтому, он сто процентов женат, и поэтому нужен посуд, чтобы его исключить. И тоже раби Йошиа говорит, что я согласен с раби Йошиа, что, может быть, нам не нужен посуд. Почему? А то, что он говорит, ишь, ишь, мужчина, мужчина, и это включается, это вдова, это Асмахта, это просто он полагается на этот посуд. И тоже наоборот, Шмуэль, локана, или дворима, мурим, бепараша, то, что Шмуэль говорит, он ее приобрел частично, эту вдову, меди, сарих королев, рабуя, которая должна была ее включить, выходит, что она не его жена. И поэтому, эта Шумердия вам, эта вдова, она не считается полностью женатой, а посуд, ишь, ишь, и посуд, ишь, ее нужно, чтобы ее включить. Поэтому Шмуэль согласен с рабием, ишье. И тоже, он скажет, что рабио Натан не обязательно нужен ему посуд, который говорит, так, это человек под своим мужем, поэтому она, это тоже Асмахта, он только полагается на него, это неточное, стопроцентное повеление в Торе. Поэтому говорит Гмара дальше так, это не эти, то есть эти два спора, двух, четырех мудрецов не обязательно связаны. Продолжает мечтая, и говорит, альманали куэнгадоль, теперь человек, который женился неправильно, его женить, считается, женитьбой или нет. Например, Коэн имеет право жениться на разведенной или нет, Коэн не имеет права, но если он женился, куэнгадоль, считается, когда он с ней разводится, должен будет заплатить их тву. есть там, есть там, сила обручения, с женитьбой. Но говорит, в Мишнаде так, альманали куэнгадоль, вдова, которая вышла за Коэнгадоль, простой, Коэн на вдове имеет право жениться, Коэнгадоль не имеет права жениться даже на вдове. Коэн имеет право жениться на вдове, не имеет права на разведенной. Коэнгадоль не имеет права жениться на вдове даже. Грушаве халуцаре Коэн идиот, разведенной или халуцар, вот та, которая умерла без детей, и брат взял, и брата, и мужа халуца, она не имеет права выходить за простого Коэна. Мамзерет, мутинал Исраэль, девушка, которая мамзерет, или нетина, это гои, которые обманули Йошуа, прикинулись другим народом, потом они приняли их в еврейский народ, оказалось, что они были обманщиками, были к наней, которых нельзя было принимать, тогда их сделали водоносами и так далее, дровосеками, чтобы как бы не взять свои слова обратно, чтобы еврейский народ не показался обманщикам. Если вот эта мамзерет, незаконнорожная, и вот этот натин, который обманули, они женили, вышли замуж за простого еврея, или наоборот, батисраэльный мамзерет, но нетина, чистая еврейка вышла замуж за Манзунаера, или за такого, нетин из постомков этого народа, лошадот веронотлот ктува. Эти женщины, так как вышли замуж неправильно, и муж потом их приревновал, это неправильный муж, это неправильная жена, ты приревновал, ты все равно не можешь привезти ее в бетамигдаш, стереть имя Всевышнего, чтобы ее проверить, она тебе изменила или нет. И кроме этого, они свою ктуву тоже не получают, потому что они сами своей ктувну примели, как Раши приводит цифры и говорит, китиштэ, китиштэ, и что? Когда изменит или приревнует он свою жену, но эти женщины, да, они жены этих людей, но по закону Тора это незаконный брак. Поэтому, когда то, что Тора разрешила, такую женщину проверять. И заканчивается, Марат Даши говорит, Мишна так, следующая женщина, которая эту воду не пьет, и кто не получает. Как мы сказали, женщина, которая привели к бетамикдаши, и говорит, я осквернилась, я изменила тебе, все, что ее проверять? Эта вода не для наказания, вода была для проверки. Ее не проверяют, ктуву свою она не получает. Или пришли два свидетеля и сказали, мы видели, что она тебе изменила. Или женщина говорит, я не буду пить, я не хочу эту воду пить, тогда все они ктуву не получают, и гармалу. Почему? Потому что они сами привели к этой ситуации, они сами виноваты в этом. Но, как мы сказали вначале, муж говорит, нет, я не хочу, чтобы она эту воду пила, я не хочу ее проверять. Мы сказали, одна из причин, он видит, что она хочет за кого-то выйти замуж, он может сказать, ты с ним не уединяйся, она с ним уединилась, потом она будет ему запрещена и тому и другому. Он говорит, я не хочу, чтобы она пила. Или, он ее преревновал, сказал, не уединяйся, она уединилась, теперь он ее ведет в Иерусалим, по дороге к Иерусалиму он имел с ней интимные отношения. Ее муж не имел права до проверки иметь, они воду не пьют, они не пьют, но ктуву получают. Почему? Но тлот ктува велоситет, гу карамна. Он виноват, что она не пьет. Он сказал, я не хочу, чтобы она пила, и он имел с ней интимные отношения по дороге, поэтому проверять мы их проверять не будем, но ктуву он им заплатит. И закончим вопрос, который распространился так. Вот так женщина осталась вдовой без детей. У ее мужа есть брат, но он говорит, вы знаете, меня не трогайте, у меня вообще время нет, у меня есть один свободный день в году, Йом-Кипур. Хотите халица, сделаем в Йом-Кипур. Вопрос, можно делать это халица в Йом-Кипур или нет. Кроме этого, в чем проблема, кроме того, что это процедура беды и так далее. Проблема, что в Йом-Кипур нельзя одевать кожаную обувь, а башмак для халица он кожаный. Что делать? Как эту женщину теперь? Без него она не может выйти замуж. С другой стороны, это Йом-Кипур. Это вопрос, который рассуждает, как в этом случае поступить на следующем листе. Баруфа-дуна-ли-у-ла. Амин-ве-амин.